МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Повышать стоимость проезда в общественном транспорте Бийска пока не будут. Об этом на пресс-конференции заявил глава Наукограда Александр Студеникин. Так он ответил на предложение бийских предпринимателей поднять цену на проезд в автобусах до 20 рублей. К слову, сейчас билет стоит 17 рублей 50 копеек, а по транспортной карте можно проехать за 17. Бийчане платят меньше, чем жители соседних городов Барнаула и Рубцовска. А в последний раз стоимость проезда здесь повышали два года назад. Глава Наукограда свой ответ перевозчикам обосновал тем, что никаких документов с расчетами в мэрию коммерсанты не предоставили. Пока все ограничивается лишь разговорами, а просто проиндексировать цену чиновники не готовы. Нет, администрация города Бийска на это не пойдет. Только обоснованные затраты, только обоснованный тариф. Будет это 20 рублей, будет это 18 рублей, будет это 19 рублей. Не знаю, насколько они обоснуются. Но ничего за период с января по сегодняшнее число, ничего в администрацию представлено не было. Напомню, что с предложением на 2 рубля повысить стоимость проезда в общественном транспорте в июне к властям обращались и автоперевозчики Барнаула. Но пока решение в мэрии не принято. Алтайские трассы сегодня вечером временно перекроют из-за военных. В связи с плановым движением колонн будет ограничено движение для всех видов транспорта. С 21 часа 40 минут до половины первого ночи на автодороге полковникова Контошина. В это же время 16 августа перекроют тот же участок дороги в обратном направлении. Госавтоинспекция края призывает водителей быть внимательными. Алтайским аграриям компенсируют рост стоимости ГСМ, сообщает газета «Комсомольская правда Барнаул». Об этом и не только в обзоре новостей сибирской медиагруппы. В Михайловском районе края прошел семинар для руководителей предприятий агропромышленного комплекса. На нем в Рио губернатора региона объявил, что алтайским сельхозпроизводителям частично компенсирует рост стоимости ГСМ. Общая сумма компенсации около 360 миллионов рублей. Это деньги федерального и краевого бюджетов, резюмирует «Комсомольская правда Барнаул». В крае пытаются отбить школу от предстоящей оптимизации, пишет Банкфакс. В начале августа жители села Большой Бощелак Чарышского района поставили перед фактом. Средние классы будут учиться в соседней деревне, поскольку местная школа лишилась основного корпуса еще 10 лет назад во время пожара. Сейчас 22 ученика занимаются в здании начальной школы, состоящей всего из четырех кабинетов. Одним словом, заключили чиновники и местные власти, школа неэффективна. Но с этим категорически не согласны местные жители. Они уверены, возможность организовать учебный процесс в селе есть. Рядом со школой находится старая мастерская, в которой можно оборудовать спортивный зал и дополнительные кабинеты. Подробнее о проблеме на страницах Банкфакс. Новое футбольное поле появится в Барнауле, информирует полиция БРУ. Его обустроят на пересечении переулка Баева и улицы Юрина. На участок уже завезли 15 машин земли. Еще предстоит засеять газон, установить футбольные ворота, а также приобрести спортивный инвентарь. Отметим, спортивный объект появился благодаря победе ТОС локомотивного микрорайона в конкурсе на соискание грантов мэрии города среди некоммерческих организаций. Стоимость реализации проекта 95 тысяч рублей. Елена Макаренко, Наши новости. Путешествие бийских экстремалов, отправившихся в необычную экспедицию по Аби, наконец-то завершилось накануне в 10 утра по местному времени. Команда во главе с Хасаном Карагужиным успешно добралась до Салихарда. Наши земляки проплыли в общей сложности 4000 километров вниз по Аби. Путешествие было поистине экстремальным. Плав средству советскому катеру «Амур» уже больше 25 лет. Однако судно с достоинством выдержало все испытания, как и команда. В целом путешественники провели на борту чуть больше двух недель. За это время они привлекли внимание поклонников по всей стране. Все это время нам пришлось бороться и с коварными течениями, и с тормовыми ветрами. И всюду мы ощущали поддержку своих земляков. Команда передала приветственное обращение Бейчана жителям Салихарда. Кассер решено оставить там же, в Бейск. Участники экспедиции отправятся уже с самолетом. Банк Восточный предлагает кредит под залог недвижимости до 30 миллионов рублей. По статистике Национального бюро кредитных историй, только за второй квартал 2018 года заметно вырос спрос на займы от 100 до 500 тысяч рублей. Чем вызван такой ажиотаж, знают в одном из лидирующих банков страны в сфере кредитования. Аналитики отмечают, что россияне, то есть мы с вами, за прошедший год перешли от накопительной модели поведения к потребительской. Люди стали меньше откладывать крупные покупки на потом и предпочитают совершать их сейчас. Банк Восточный предлагает своим клиентам суммы вплоть до 30 миллионов рублей. Чтобы стать их обладателем, не требуется прикладывать много усилий. Среди наших продуктов особенно выделяется кредит под залог недвижимости. При процентной ставке от 9,9% годовых можно оформить до 30 миллионов рублей на любые цели. За год количество оформленных кредитов под залог недвижимости в Банке Восточный увеличилось втрое. На эти деньги можно не только объездить весь земной шар, но и решить многие вопросы. Какие именно, точно знают в банке. Чаще кредит на такие суммы берут для следующих целей. Погашение ранее взятых дорогих займов, покупка другой недвижимости, например, дачи, а также различные ремонты, квартиры, автомобиля. Специалисты уверены, спрос на кредиты будет неуклонно расти. Ведь повышается уровень экономической грамотности населения. Впрочем, как и лояльность банков к своим клиентам. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». «Фиталакс» – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края ясно, без осадков. В Бийске, Изминогорске до 22 тепла. В Славграде, Рубцовске, Олейске 23 выше 0. В Барнауле переменная облачность, ветер западный умеренный. Днем до 23 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Это все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова